Российская пропаганда всегда освещает деятельность Владимира Ха как человека, который всех обязательно или переиграл, или переиграет в будущем. В ближайшем будущем, буквально через 2-3 дня, ну максимум через 2-3 недели. И вот участие северокорейских солдат теперь обсуждается всей планетой. Значит, Пхеньян понял, что пахнет жареным и заявил о том, что нет-нет, вы нас не так поняли, мы никого отправлять туда не будем. Но никто в это не поверил. Значит, в Донецкой области появилась вот такая комбинация фашистского российского флага и, соответственно, безумного Кима. Все это вместе. И, внимание, значит, Путин всех переиграл, но сам факт вступления в войну Северной Кореи приведет к таким последствиям, что многие в РФ еще офигеют. И когда Путин умрет, а точнее будет убит или самим его окружением, или бойцами спецподразделений Украины, они будут говорить, боже, какой же он дурачок. Он вообще не осознает о том, какие последствия будут от его действий. Значит, на сегодняшний день в Сеуле, это столица Южной, прекрасной Кореи, вот если можно говорить о странах будущего, вот Южная Корея это прекрасная страна. И никаких логических увязок с бреднями навальнистов про прекрасную Россию будущего, как вы понимаете, здесь быть не может. Так вот, Южная Корея посмотрела на то, что сейчас происходит, и они начали рассматривать вопрос о том, что пора помогать Украине не только гуманитарной помощи, но в том числе летальным оружием. И даже рассматривается вопрос отправки своих военных специалистов в Украину. И вы знаете, болото транслируют не в Пхеньян, а в Сеул, что вы должны быть нам благодарны, потому что мы часть воинов безумно кровавого Ина отправляем в Курскую область. Так и говорят. То есть вы хотите сказать, что никаких северокорейских солдат не будет? Исключать ничего нельзя, но я вижу, как разворачивается пропагандистская операция, информационная кампания, когда выгодно прежде всего Южной Корее и Украине. Потому что Южная Корея хочет решить свои застарелые вопросы и проблемы с Северной Кореей, кричат, вот смотрите, беда, беда. Я тоже не понимаю, наоборот, Северная Корея скажет, что войска ушли. Я не понимаю, зачем вызывать посла нашего? Они должны радоваться, что ослабляется Северная Корея, можно ее там под шумок хапнуть. Непонятно. И тут теперь нужно отметить несколько важных особенностей. Южная Корея небольшое по площади государства, но эта страна в этом году войдет в четверку лидеров по экспорту оружия, боеприпасов, военной техники. И да, они там производят не только прекрасные автомобили Киосид, который у меня когда-то был. Они там производят всю линейку вооружений, в том числе авиацию, все пятого поколения. Вы думаете, просто так? Например, наши польские соседи активно закупают и аналоги Хаймерсов из Южной Кореи, танки, артиллерию и многое-многое другое. И вот получается, что Путин, тот, который в теории должен был всех переиграть, разбудил южнокорейского тигра. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, мы называем здесь вещи своими именами. Не забывайте поддерживать сбор для сил специальных операций, которые мы проводим на этом YouTube-канале с поэтическим и романтическим названием Роман Сыболюк. Все ссылки, описание под видео, ну и на экранах вы видите правильный QR-код. Значит, в это время в России прошла такая интересная акция, я бы сказал, презентация буханок. И насчет буханок, это же основное средство войны Владимира Путина. Тут выяснилось следующее. Значит, вот смотрите, едет уродливое посмещище, ну то есть то, что должно считаться автомобилем, но получился уродец, потому что его делали в России. И вот такие вещи они там транслируют. Возникает вопрос, а почему же они не транслируют все это исключительно на корейском языке? Ну, возможно, и придется привлечь всех специалистов по Корее, южной, северной, язык-то все-таки там похож. Почему? Потому что этой ночью случилось непоправимое. Да, там, в России, смотрите на эту карту, это точки ударов по российским заводам, фабрикам. Нет, пароходы будут сегодня ночью, то есть через несколько часов. И что мы видим? Значит, прилетело этой ночью в Тамбов, Воронеж и, соответственно, в Тульской области. Тут поражены несколько заводов, которые специализируются на обеспечении российской армии. И, внимание, два спиртзавода в том числе. Дмитрий Медведев на этом фоне, он, естественно, впал в панику. У него тревога, потому что, а вдруг не будет поступать паленая Финляндия непосредственно в его бункер. Хотя спиртзаводы нужно атаковать. Почему? Потому что они не только производят спирт, они производят взрывчатые вещества. И вообще у них там все поставлено на военные рейсы. Вообще есть мнение, если российский солдат и гражданин, в принципе, чуть-чуть отрезвеет, то он может изменить свое мнение. Но он под влиянием и наркотическим опьянением не каких-то психотропных веществ и алкоголя, ничего подобного. Его отравляет непосредственно башня. Ну, кремлевская, которая дает команду Останкинской башни. И они вещают вот этот ужас. Давайте, давайте, быстренько всем отправляйтесь на войну. Так вот, эта история Северной Кореи, она начинает обретать очень интересные краски. И им так хочется, чтобы кто-то за россиян выиграл войну. И вся надежда на Кима. И эта история, почему такие надежды на Северную Корею, она будет неполной, если мы полностью не раскроем презентацию буханок. Буханки – это не только то, что горит вместе с российскими солдатами на линии фронта. Буханки – это еще признак того, куда сейчас движется российская армия. Смотрим на буханки и возвращаемся к Северной Корее. Никуда не уходите, досмотрите этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, потому что тут надежда, что за 2-3 дня они дойдут до Брюсселя. Северокорейцы. А наши европейские партнеры все это слышат, слушают, запоминают и делают вывод, что Ким, оказывается, он воюет с Западом, с Брюсселем, с Вашингтоном и другими столицами. Погибших на войне в Украине пермяков возят словно дрова. Жены пермских добровольцев батальона «Молот» в своем канале пожаловались на военного комиссара пермского края Александра Каковина. По их словам, он возит погибших, так называемых, героев на прицепах. Платить за такую перевозку заставляют самих жен и родственников бойцов. В качестве доказательства они предоставили видео, где УАЗ везет дачный прицеп, на котором, как дрова с топкой разложены гробы. Ну, во-первых, не гробы, а герои Владимира Путина. Их, как мы понимаем, становится меньше. Не просто так буханки, а первая буханка она ездила по улицам Тамбова. Ее там не сожгли, и, как ни странно, она даже не поломалась. Хотя буханки на линии фронта ломаются регулярно. Почему? Потому что, ну, да потому что это говно, а не автомобиль. Как, собственно говоря, и Российская Федерация. Это именно так. Значит, час был на фронте, едем, говорим, замечательный собеседник, вдруг едем на УАЗе Патриот. И вдруг такая тихая фраза от водителя, ой, в момент переключения у него рычаг остался в руке. Машина идеально новая. Так бывает. Да, так бывает. Я говорю, нормально? Говорят, да, постоянно. То есть, говорит, устали гонять обратно. При этом стоит она столько, чтобы на них ездить, их ремонтировать, надо быть патриотом настоящим. Мы же возвращаемся к северокорейской теме. А в конце я вам даже расскажу, почему Владимир Мудозвон не ездит на буханках. Почему он предпочитает Мерседесы. Ну, вы можете догадаться, хотя пишите свои комментарии под этим видео. Давай, Ким, спаси человека с фамилией на букву Х. А Украина хочет максимально количество так называемых там миротворцев НАТО вовлечь на свою территорию. И поэтому они бегают, кричат, смотрите, уже ведь не только российская армия, уже Северная Корея, сейчас Иран подтянется. Все идут на нас, спасите, защитите, дайте деньги и оружие. Так, наемников там полно. Нет, это другое. Наемники это всякая мразь, так сказать, понаехавшая, которая занимается грабежом, насилием. И они не очень эффективны. Они эффективны вот в убийствах мирного населения. А в решении военных задач, это же голубая мечта Зеленского и его компаний, втянуть массу кадровых, профессиональных военных НАТО на территорию страны. И у них теперь появился вот этот флажок, смотрите, сколько тут против нас идет вместе с Россией. Такое впечатление, что про наемников он говорит Владимира Путина. Потому что буханка в Тамбове, она не просто так ездит и рассказывает, что какие золотые горы обещает Путин, если житель Тамбова с отсутствием мозга отправится в Украину и там сдохнет. И тема миротворцев, внимание, на фоне этого северокорейского тренда зазвучала по-новому. Даже наши французские друзья говорят, что нужны силы сдерживания на территории Украины. То есть они, они, ну Путин, идиота кретину, значит, вот этим вот северокорейским трендом запустил процессы, которые 100% дадут результаты и они будут не в пользу товарища Ха. Я все понимаю, что наши западные партнеры очень долго думают, но видите, один северокорейский флаг на терриконах в Донецкой области и про персонал военный говорят и в Европе, и в Северной Корее. И нам, конечно, слов мало, но всегда в этом вопросе первое слово. Симон Анатольевич, то, что говорит Андрей Владимирович в отношении севернокорейских солдат, это, разумеется, как и не на ее, это действительно боевые подразделения. Может быть, поэтому западники так вот боятся, что они понимают, что там действительно может быть серьезное изменение? Ну, как раз западники пока не особо боятся, что сомнения некие есть. Откуда такая уверенность? Ну, это же Андрей Владимирович. Да, что в Курской области северокорейские солдаты себя бы намного эффективнее наших показали и за неделю бы решили проблемы. Боевой опыт – это колоссальная вещь. И сейчас на планете нет двух лучших армий, чем российская на первом месте, украинская на втором. Запомните этого человека. Его зовут Макс Юсин. После войны он обязательно снова где-то окажется в Европейском Союзе. Ну, будет там шакалить и рассказывать, почему там нет табличек на русском языке. Он мимикрирует под такого либерала. Но если кто-то из вас его встретит на улице любого города, в том числе российского, сразу вырывайте ему кадык. Значит, история о том, что Раша – это первая армия в мире. Ребята, да вы кусок нечистот, мародеров и убийц. И вот видите, тут, в студии, прямо в центре Москвы разделились мнения, поможет ли Рейху российскому и Максу Юсину выжить северокорейская армия. Но что-то такое, понимаете, гнильца какая-то в эфире. Оказывается, если Путин запросил военную помощь, то тогда это значит, что нет. Российская армия, она точно не номер один, точно не номер два. Это вообще не армия. Это убийцы и мародеры. Ну и, как нам сообщили из Буханки в Тамбове, армия наемников за два миллиона рублей. Потому что идет конфликт. Потому что идет конфликт. Откуда у северокорейцев опыт современной войны, когда дроны играют главную роль? Мы сами этого не знали в феврале 22-го года. Для северокорейцев это все пока чисто теория. Конечно, им бы хорошо попрактиковаться где-то. А вы рассматриваете такой вариант, что они действительно... Кто сказал про стажировку? Я. Понимаете как? Что им нужен этот боевой опыт. Пока нам это вообще не нужно. Вот светить эту тему до американских выборов нам категорически не нужно. Из этих сюжетов очень много таких вот сомнений, вопросов возникает. Например, я так не могу понять, и никто мне толком не объяснил. Для чего, если действительно это так, перебрасывать с помощью десантных кораблей, там четырех, по-моему, было сказано, во Владивосток, когда у нас сухопутные границы с Северной Кореи есть? Спокойно идите туда, садитесь. Ну так страшнее. Садитесь на поезд, и вас вообще никто не заберет. Ну так страшнее. Вот для чего страшнее. Там еще корабли Тихоокенского флота сопрошли. Я даже понимаю, там наше представительство МИДа во Владивосток написало страшно. Пока во Владивостоке представительство МИД России, а потом в этом же здании будет представительство МИД Корейской отставить, Китайской Народной Республики. Именно так. Ну-ка, давайте-ка все-таки зафиксируем вот этот вот момент. Путин просит помощи, просит отправить северокорейское мясо. Почему он это делает? Точно ли у него все по плану? Это такой степ. А по большому счету, вот если серьезно, ну не знаю, стоит ли нам вот сейчас действительно привлекать, афишируя это северокорейцев, потому что тогда мы подтверждаем мысль Ллойда Остина, что у русских проблемы на фронте. А надо нам это подтверждать сейчас? То есть если появляется у нас северокорейское пополнение, это у нас проблема? Ну как у Ллойда Остина так говорит? Ну как? Ну от хорошей жизни не привлекают дополнительные иностранные континенты. А как вообще ими координация? На каком языке? Значит, что бы там ни пели певцы кровавого путинского режима о том, что у них все хорошо, но война, как известно, она ведется не только на территории Украины и в том числе в Курской области. Там вот одна из пропагандистов, кажется, Настя Кашеварова написала, что от Курской области до Москвы по прямой всего лишь 7 часов езды. А это значит, что в случае чего, ну танки, конечно, за 7 часов не успеют, но ведь если вы из Москвы отправляете армии в другие страны, то кто сказал, что и к вам что-то не приедет? Тем более, я тут являюсь стопроцентным специалистом, Владимир Владимирович Ха, этот мудрый политик современности, который их всех переиграл, он специально построил очень качественные дороги. От территории Украины, да-да-да, до Москвы. В других регионах там так себе, а вот до Москвы дорога как стекло. Там есть платные участки, но мне кажется, если все пойдет по моему сценарию и пойдут туда танки, они платить за проезд не будут. Неприятные сюрпризы, деньги подловят нас. Что значит подловят? Мы не имеем права. Подловят где-то неожиданно. Нет, подождите, мы... Я мысль не закончил. Ну давайте. Если мысль не закончишь, это опять будут вырезать. Понимаете как? Значит, на всякий случай, на всякий случай надо иметь где-то подготовленные войска, чтобы если вдруг что-то произойдет, бросить туда, закрывать брешь. Вот что я имею в виду. Пусть северокорейцы готовятся у нас, пусть они основы современного боя постигают. Может быть, надеюсь, что нет, скорее всего нет. Но на всякий случай лучше вот этот вот уезжерки уйдеть. Кажется, все-таки это резервы, которые будут защищать Мордор. Я думаю, что с северокорейцами, если мы встретимся, те, кто не сдадутся в плен, ну, в общем, собак они больше есть не будут. Потому что они там договорились до такого, что, понимаете, что эта история Северной Кореи, да, она заставит изменить политику по отношению к Раши все с другой части мира. А слава богу, Россия занимает пока только одну пятую часть суши этой планеты. Пока, если кто-то думает, что будет больше, нет, будет меньше. Почему? Потому что во Владивостоке будет представительство МИД, КНР. Я вас слушаю, мы как бы вот должны стесняться этого. У нас есть определенные договорные отношения с Северной Кореей, с Корейским народом демократической республикой. Я не очень понимаю, почему все действительно ударились вот этот разговор на тему того, что северокорейцы, если появятся на фронте, обязательно под своим флагом, своими подразделениями. Как все знают эту песню «Бил тебя наш летчик Лиси Цин». Если корейцы и появятся на фронте, то как это и делалось многократно на протяжении десятилетий, это будут совершенно паспорта людей из совершенно других стран. И, соответственно, никто никогда не будет признавать, что это бойцы регулярных подразделений. Какие хитрые. Они снова решили поиграть в игру. Восемь лет бомбили бомбас. Домбили, бомбили, ну, неважно. Мол, докажите, что есть северокорейские солдаты на территории Украины и России. А никто в эту глупую игру уже стрелять не будет. Эм, стрелять. Играть не будет, а будут стрелять и наносить удары по российской территории. Вот что будет. А, да вот вы объясните, мы что стесняемся? А кто стесняется? А зачем нам надо корейцев бурятами делать? Буряты сами по себе малашки. Нет, подождите, нет. И корейцы, ребята, классные. Мы действительно говорим о том, что у нас военно-техническое сотрудничество происходит с корейцами. И все. Учитывая то, что, еще раз говорю, мировое противостояние не будет ограничиться украинской зоной боевых действий, наши союзники могут получать военный опыт. Что здесь такого? Официально говорить о том, что корейская армия вступает в бои на Украине, этого не будет. Судя по всему, в Южной Корее осознали этот момент. И нужно отметить, что сигналы Сеула, они по многим признакам значительно решительней, чем, допустим, в некоторых европейских столицах, которые нам сильно помогают. Но как-то всегда, чтобы не было эскалации, в Сеуле прекрасно понимают, что если вернутся северокореецы с боевым опытом и безумным кимом, то у них могут быть проблемы. И, соответственно, на лучше этих людей уничтожить, извините, не людей, на другом театре военных действий. И таким образом запускаются процессы, которые мог запустить только Путин. Ну, это же великий политик России, да? Очень великий. Он хотел, чтобы НАТО сократилось, а НАТО взяло и сократилось отрицательно. Что там? Финляндия, Швеция. Вроде бы Путин хотел другого, а получилось так, как хотят народы этих государств. И никто на маньяка, на ха, не обращает в данном случае внимания. – Послушайте, если бы было принципиальное решение ввести 100-тысячный контингент в Северной Корее, тем, как видите, мы уже знаем, что несколько человек достаточно. Почему так ограничиться? 100-тысячный контингент, он до Брюсселя дойдет, судя по тому, что сказал Андрей Владимирович. И закончим конфликт вообще в легкую. Ну, пускай там Брюссель трясется, на самом деле. Ну, наконец-то. Наконец-то они нашли вот эту вот, знаете, разгадку на вопрос, как захватить Украину и Европу. Северокорейцы дойдут до Брюсселя. Я думаю, конечно, они не дойдут, потому что мы их уничтожим здесь. Но вопрос в другом. Мы должны использовать этот тупой ход Владимира Путина. Вот эту фразу, что они хотят отправить голодных северокорейцев есть собак в Бельгии и не только. Надо разослать по всем европейским столицам. А то там такие, знаете, иногда тексты выходят, заявления о том, что все устали помогать Украине. А, ребята, если не хотите, чтобы съели сначала ваших собак, а потом ваших детей, в прямом смысле этого слова, то надо шевелиться, шевелиться и шевелиться быстрее. И процесс шевеления, он запущен. Смотри, заявление французского министра обороны. Он нормальный парень, сразу заявил о том, что что там у нас, нужно думать о том, как разместить щит Европы на территории Украины. А это все связано с чем? Ну, думаю, не только с оружием и военной техникой. Так, очень важно, что Россия, очевидно, вот эти ролики, которые появляются в интернете, они появляются не просто так. Россия с самого начала конфликта на Украине дает понять, что это конфликт для нее жизни и смерти. И поэтому в этом конфликте жизни и смерти Россия готова идти на те действия, на которые она раньше не шла. Нет, нет, это неправильно. Это конфликт смерти. Смерти, смерти России. И смотри внимательно на буханки, которые перевозят гробы российских солдат. В этом же вся причина. Именно в этом. Что, вы считаете, что Северная Корея там это государство пари, государство изгой? Да нет, а мы будем с ними сотрудничать. Мы сейчас войска поставим северокорейские, они будут здесь воевать вместе с нашими. То есть это лишний раз репутационное напоминание Западу о том, что это конфликт, который для нас имеет решающие значения. Можно перебью? Поэтому надо... Смотрите, вот вы говорите репутационная история. А то, что говорит Максим Анатольевич, я так тоже, в общем, понимаю, что это тоже репутационная, только плохая как бы репутация. У Путина проблемы, вот они скажут. Проблема не только у Путина, а у его этих, как они там, крепостных тоже проблемы. А оказывается, Путин втянул Рашу в гигантскую войну, а хотели специальную военную операцию за три дня. Да, я так понимаю, что из российских машин снабжения уже выкинули нахрен на помойку парадную форму. Почему? Да потому что все прекрасно понимают, что парадная форма, она Раша оккупантам больше не понадобится. Ну, разве что в гробик положить. Но и то, зачем заморачиваться на таком? Они скажут, но мы же видим, что ситуация на фронте свидетельствует о том, что проблема не у Путина, а проблема у другой страны. И это как раз выглядит той вот этой вот иглой, которая должна, собственно, переломить хребет верблюду. То есть как бы добить врага, что называется, в его логове. Как раз... Вот вы спрашивали, почему господин Зеленский так много уделяет этому внимания? На это есть несколько причин. Первое, ему просто на самом деле очень обидно, что Корейская Народная Демократическая Республика, Исламская Республика, Иран оказались куда более надежными союзниками, чем вся западная коалиция, которая что-то помогает Украине. Окончательный вывод, у кого какие союзники, мы сделаем по итогам этой войны. Значит, в его логове. Логово, подчеркиваю, и каждый российский, вот этот вот пропагандист в этой долбанной студии прекрасно знает, что логово, оно в Новоогорёво. В бункере вот там вот оно логово. Именно так. Немножко дает, вот чуть-чуть, а вот это не делайте, то не делайте. А тут слоны Ким Чен Ына пришли есть пса Патрона буквально, да, уже там через два года. Вот это, конечно, уже за гранью. Они хотят съесть пса Патрона. Именно для этого отправляют северокорейскую армию. Но как бы там ни было, еще раз подчеркиваю, что вот это намерение Путина получить наемников из Северной Кореи запустило массу очень важных процессов на Западе и в Южной Корее, о чем мы сегодня уже неоднократно говорили. И вот я не уверен, что в конечном счете это пойдет Раше и ВВХ лично на пользу. Да, значит, Ким отгружает миллионы снарядов для российской армии, миллионы артиллерийских снарядов. Там еще ракеты к РСЗО а-ля, что там оно, ГРАД, всякие ракеты к ПТРК ФАГОТ и всякое такое. Только Россия воюет, но и северные корейцы воюют. Почему надо идти на фронт? Потому что вставай на смертный бой с корейской силой темной, с проклятой Ордой. Это работает для Владимира Зеленского на всех уровнях выгодно. У него нет причин не напирать на эту историю. Наконец-то там в Москве признали, что они проклятая Орда. Действительно, мы в дипломатии будем этот фактор использовать по полной. И я вам говорю, они еще пожалеют, что позвали собакаедов. Узкоглазые Орды наступают. Российский компонент будет использоваться в этой пропаганде. И именно поэтому репутационной России важно показать, что она в этом плане не одна. Она не одна противостоит вот этому западному миропорядку, привлекая союзников. Получается, все равно, что это все, вы сами сейчас сказали, это больше выгодно украинцам. Значит, у Путина проблемы версии Ллойда Остина, Максима Юсина. А вы говорите, что это выгодно украинцам. Что получается? Что даже эти жополизы ВВХ сомневаются в адекватности этого решения. Мы, конечно, тут никакой радости в случае появления северокорийских солдат на фронте испытывать не будем. Понятно, что они сюда придут. Не собаки есть. Они придут сюда в случае того, если все-таки дойдут, чтобы убивать нас. Но чтобы этого не произошло, нужно А. Петрымывать избройные силы. Именно так. Петрымывать избройные силы. И работать с нашими партнерами. Чтобы поддержать прям по итогам этого видео силы специальных операций, сбор внизу. Описание к нему, соответственно, вы увидите под видео. На экранах QR-код. Это мы собираем на связь для сил специальных операций. Там хорошие ребята. Они, когда видят людей в российской военной форме, не спрашивают. Северокорейцы это, российские граждане безумные. Ну или какие-то тех, кого там случайно наловили в Москве и вместо заработков отправили на фронт. Не уничтожают всех. Поэтому поддерживать, поддерживать силы специальных операций и все силы обороны это must have. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет, а оккупант нам смерть. И да, напоминаю, слова Валерия Залужного. Врагов, россиян, как и других врагов, нужно убивать. И не бояться этого делать. До побачения. А, Украина была, есть и будет.